Ну и второе, одиннадцатое, 2024 год. Выцеляем Соскина на моем большем канале. Ну что, делал ряд видео вам сегодня. Продолжается это ухудшение везде ситуации. И вывод первый. Во-первых, удары становятся все более, с российской стороны, все более тяжелыми. И на линии мясорубки, буйни, и по городам. Первый вывод. Второй вывод. Украинское ПВО, все системы, и армия, и сирские, и начальные генштабы, и умеры, вот это все, все, все. Верхушка вся эта, они беспомощные, они некомпетентные, они ничего, спасти народ Украины, Украину, надо прямо говорить, не могут. И более того, а у них нету, им не положено. Вот есть люди, которым положено, а есть те, которым не положено. И Зеленский это как просто вот зеленая такая глыба, которая давит Украину и украинский народ. Но самое удивительное, что народ не противодействует этому ни на каком уровне. И поддерживает власть Зеленского. Следовательно, режим обречен, я считаю, и народ обречен. Потому что он не хочет себя спасти. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну, давайте берем сейчас Зеленского. Вот рассмотрим один процесс, очень классический, совершенного какого-то детского крика. Это уже детский крик абсолютно перепуганного ребенка, недоросля, я считаю, который просто не хочет отдать кресло, не хочет признать свою некомпетентность и гибельность своих действий. И орет, и обвиняет других в этом. И делает это просто, чтобы отвлечь внимание от катастроф. Ну, вот берем его канал, Зеленский. Вот, когда, 1 листопада, когда там было, 22.30. Зараз мы бачим кожен майданчик, на котором Россия на своей территории накопичивает солдатов из Певничної Кореи. Все их табори, Зеленский, бачите. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно далеко, и это зависит от партнеров. То есть мы могли бы ударить, но это зависит от партнеров. Вдумайтесь в совершенный абсурд данного утверждения. Оно несочетаемо. Если ты можешь ударить, так ударь. А если ты не можешь ударить, это от других зависит, то ты говори, я не могу ударить, потому что у меня отсутствует то-то, то-то. Но вместо такой необходимой далекобойности Америка, Британия, Немеччина, почему Францию не сказал, непонятно, все просто ждут, пока еще и певнично-корейские войсковы начнут завдавать удары по украинцам. Дальше он делит вивод, еще один. Кожен у святі, хто дійсно хочет, чтобы эта война Росії против Украины не расширювалась, и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы света, каждый мусит не просто спостерегать. Треба дойти. Треба, чтобы слова про непреступустимость эскалации и расширение войны співпадали с диями. Ну и дальше он тут уже, это 2-го числа, он уже рассказывает про вот эти все удары, которые были Болтавщина, Сумщина, ну Киев, конечно, Харківщина, вот. Ну дякую, дякую за хрестный Киев, да. Что нам, давайте про эту корейскую модель немножко поговорим. Итак, если ты видишь все майданчики, знаешь, где они расположены, возникает вопрос. Ну у тебя нет ракет, тебе не дали, сказали, мальчик, пошел гулять, иди отсюда. Никто тебе ничего давать не будет. Это четко заявили. Никто в НАТО тебя приглашать не будет. Никто тебе денег давать тоже не будет. То есть тебе вообще ничего никто давать не будет. Будем обещаниями кормить, нет проблем. Прям приезжай, все нормально, покушаешь, отдохнешь. Лену с собой бери Ермака. Вот. Это максимум, что мы можем для тебя сделать. Выступить с тобой, сфотографироваться, все, посочувствовать. А так пошел вон отсюда. Вот логика Запада. Да и Польша же так же действует. Все уже так действуют. Тогда что делать надо? Ну, ты же все время кричал, что у тебя есть ракеты уже, плюс у тебя есть эти беспилотники всякие. Ну, тогда бей беспилотниками по этим лагерям. С утра до вечера бей беспилотниками. Ты же знаешь, где лагеря. У тебя они ездят, долетают на тысячи километров, они тут рядом находятся. Бей. 24 часа в сутки бей по лагерям. Чего ж ты по ним не бьешь беспилотниками? Значит, или у тебя нет беспилотников, и ты все обманул, или это опять ролевая игра, и ты просто дуришь народ. То есть, любой человек уже понимает, что ни США, ни Германия, Британия уже, ни что, ничего с далекобийных ракет не дадут. Все. Особенно после того, как загорелось самое большое предприятие, которое выпускает атомные лодки и прочую военную технику в Британии, там она сгорела, как видимо, то Британия уже ни чего больше Зеленскому вообще не даст. Это просто московиты им объяснили. И ракетами бить не будем, просто спалим нафиг все ваши заводы. Поэтому они все заткнулись. Это ответ Российской Федерации на вот эти вот наезды там, дрон на этот самый, в Чечню на этот, где-то там Академия была, потом вот этот обстрел машины какой-то, потом еще там всякое. То есть, кавказские мероприятия. Ми-6. Россия им ответила пожаром на этом, как я так выскажу версию такую, на этой заводе по выпуску атомных лодок и другой продукции. Они ничего сделать не могут. Ну, их Ми-5, который Ми-5 возглавляет, он говорил, что Россия может эти все вещи делать. Она и делает, без проблем. Они ему сказали, еще пару раз, так вообще спалим нафиг все ваши заводы. Ну, естественно, эти все ребята перепугались. Они же трусы, либористы, вообще всегда трусы. И социалисты это вообще супер трусы. Поэтому либористские социалисты просто быстренько, так сказать, язык в одно место вставили. Сказали, не, знаешь, Володя, ты хороший парень, но мы тебе ничем помочь не можем. Поговорить, да, поговорить нет проблем. А ракет мы тебе давать не будем. Все. То есть, Зеленский показывает свою полную некомпетентность и беспомощность. Раньше как было в Украине? Я помню, да, вот я ж, как бы, это все при мне. Ну, мои люди моего возраста, зрелые люди тоже, кто меня смотрит, помнит это все, как мне там, говорит, помню, говорит, как с автомата в воду, говорит, это самое, получал. Это самое, газированную с сиропом. Три копейки стоила вода. Без сиропа одна копейка, стакан воды газированной, а сиропом три копейки. Представляете, вот времена были веселые, хорошие были времена. Когда были хорошие, когда все стояло, да? Когда сельдерей работал, тогда хорошие времена были. Ну, так, когда молоды были, так смотрите. И все ни по чем было, океан по колено. Но, если серьезно говорить, то вспомните. Вот период берем Горбачева. Ну, вот это, как бы, самый такой уже, как бы, понятный для нас период. Уже начались. То есть, пока был Брежнев, до его смерти, да и Андропов пришел. Тогда, как бы, начались эти облавы все. Борьба с пьянством началась. Борьба с тунеядцами, которые в рабочее время по кинотеатрам шлялись. Там еще что-то делали. По магазинам. Тогда тоже ловили. Очень похоже, кстати, то, что в Украине сегодня мужчин ловят. Но только, ну, тогда тоже в тюрьму сажали. Штрафы делали. А сейчас просто на мясорубку бросают. То есть, Зеленский – это новая редакция такая, как бы, выразиться такая форма. Очень такая, не суразная, мягко говоря, можно по-другому сказать. Это период правления Андропова. Но вот тогда было тяжело. Тяжело было. Надо было идти, пошли всякие собрания, эти алкогольные. Очень жестко было. Закручивались гайки. Но потом Андропову там, так сказать, дострелили почку одну еще. И все. И на этом все закончилось. Пришел Черненко, который вообще полностью был уже никакой. И вообще-то его, как бы, поднимали. Там он под капельницей лежал все время на аппаратах всех этих. И Гришин его то поводит, поводит. Ну, долго тоже у нее уже нет. И вот дальше была тяжелая борьба. И, собственно, Горбачева проголосовать, поддержал Щербицкий. Как бы, не выступил против. Но громыко. То есть, мог стать генсеком тогда Щербицкий. Ну, кто его знает. Может, это было бы и лучше. Он еще тогда, как бы, более-менее был. Вполне возможно, что Чернобыль, а так точно катастрофы не было. Но стал Горбачев. И когда стал Горбачев, он начал свою эту перестройку. И вот тогда он шел на эти все контакты. Ну, и как-то так стало веселее дышать. Все. Рыжков потом появился. Такие, как бы, правильные шаги. Аренда. Первая модель хозрасчета. Вторая модель хозрасчета. То есть, так как-то нормально пошло. Но казалось, что вот, смотрите, шел Брежнев. Потом Андропов. Казалось, вообще уже будет тьма полная. Потом Черненко. Это такой мрак был. Это был, ну, это кладбище было. А потом вдруг как-то вот пришел Горбачев. Как-то так веселее все. Ну, и потом вы ж помните. Уже вот это вот вся эта ГКЧП и прочее. И был бы Советский Союз. Другой был бы Советский Союз. Прошел референдум. Ну, кому что мешало, да? И вот потом произошло все, что произошло. Ну, ГКЧП страшное дело было. Это я помню, что тогда все готовились уже к массовым посадкам. Ну, тогда Кравчук как-то так повел себя в Украине. Морозов, Кравчук, министр обороны. Морозов и Кравчук покойный. Как-то так оно потихоньку, потихоньку. Короче, и так хоп. И Украина выскочила с этого. Что отличало потом, вот я сейчас думаю, Кравчука и Кучму? В принципе, Ющенко. Ну, Янукович-то другое, Порошенко. Осторожность. Ну, они были продуктами того периода. И они всосали с молоком матерей, как говорится. Что самое главное мимикрия. Вовремя менять цвет, хамелеонство и осторожность. Лучше перебдеть, чем недобдеть. И это, кстати, все время Украину спасало. Потом пришел Ющенко, начал там выпендриваться, что это сделал он этого Ивченко или кого-то. Газпром, помните, я буду размовляться дикой украинской мовою. Дайте мне прикладача тут, поихав до Путина. Ну, Путин, блин, ему тогда устроил почем фунт изюма, помните, с газом, да? Провал это все. Дубина, Тимошенко и так далее, и так далее, и так далее. Но какие-то были колоритные фигуры все-таки. Как-то было более-менее. Еще мышей не было при власти. И вот потом, ну, как-то всегда находился выход. Всегда выход находился, понимаете? И вот Кучма классический, два срока. Ему все время удавалось вот эту эквилибристикой заниматься. Но потом он уже тоже, видите, утратил нюх. И тоже хотел диктатуру сделать по второму сроку. Ну, опять, опять диктатура, диктатура, диктатура и все. Один я любимый. Не делал бы я этого, было бы все по-другому. Нет, я все. Чем закончилась? Помаранча революции. Но все равно была революция, все равно выход был. Ющенко, так было сложно. Там Янукович, лес туда-сюда. Все равно проскочили. Потом Янукович прорвался. Было, но все равно выскочили. А сейчас? Потом Порошенко. Ну, этот парень такой хитрый. Ну, тоже его повело на эту войну, конечно. Он уже стал на это, выкопал тамагавку. Уже он шел на эту войну. Поэтому думалось, что этот типа шоумен, он как-то начнет, вот, как он умел на сцене делать. А он оказался, что вообще, он превзошел просто всех в этом плане. Он откинул все любые компромиссы и поперся, как вот эта рельса. Ну, и теперь он так вперся, что вы же видите. И он уже открытым текстом призывает Запада. Запад его послал. То есть, Запад Зеленского вместе с Украиной послал в одно место. Вот давайте по константе. НАТО не будет. Приглашения не будет. Денег не будет. Оружия не будет. Ну, вот те, которые думать чуть-чуть можете. Но это все. Это абсолютное... Ну, как бы на этом этапе. Это гибель вот этой Украины. Будет какая-то другая Украина, но это уже будет другая Украина. Это гибель этого режима. Чем больше этот режим будет цепляться за власть, тем хуже будут исходные параметры для того, чтобы попытаться как-то изменить ситуацию. Чем быстрее бы он ушел, тем это было бы лучше. Ну, уже понятно. Раз не будет НАТО, Европейского Союза, Западной поддержки и все, тогда что надо делать? Что делает Грузия? Вот интересно. Мы не знаем, будет успешен у них этот путь или нет. Но они... Часть их политикума идет, вот эта мечта идет этим путем. То есть они, понимая, что если они только идут на открытую борьбу с Путиным, то они... Грузия будет уничтожена. Они это понимают. Понимают ли эти, которые вокруг этой нынешней президентши стоят? Или у нее задача уничтожить Грузию? Она же все равно имеет другие паспорта. Это другой вопрос. То, что там за ними, за этой так называемой позицией проевропейской стоит Соросов корпорация, это тоже понятно. Это вообще как бы два пальца задачка арифметическая. А то, что в Украине за этими событиями стоит Саша Сорос и все вот эта вот группа, это тоже понятно. Но в Украине, если в Грузии хотя бы есть такие, то у нас, я их вообще не вижу. Вот самая большая... То есть я вам для чего вот эту ретроспективу показал? Тогда всегда находились люди, которые брали на себя ответственность и выруливали ситуацию. Всегда была оппозиция, всегда было несколько подходов. А сейчас нету. Абсолютно нету. Просто казалось бы, ну Грузия есть, Молдова есть, везде есть. В Украине нету. Как такое могло произойти? Вот это вот... Ну у меня, честно говоря, нету ответа на этот вопрос. И вот как специалист по всем этим революционным войнам, движениям, процессам и прочему, ну меня это очень как бы беспокоит чрезвычайно. Потому что есть такой как бы абсолютный канон, что развитие в пространстве, в жизни, в любое то, что Бог создал, да, оно в материальной сфере, да, и в других тоже оно так происходит. Старое уходит эволюционно. Если оно не уходит эволюционно, тогда трансформационно. Не уходит трансформационно, тогда революционно через такие массовые какие-то силовые такие процессы. И вот когда смывает все, да, вот как в Испании сейчас освобождается биосреда вот этих всех, кто там живет, потому что, значит, они что-то делают то, что абсолютно противоречит этой среде, да. А если это не помогает, тогда есть, ну вернее, первое это бланкисты, когда хирургическим путем революция происходит. Если нет, по-нашему это кризисные менеджеры. Если их нет, тогда революция вот таким способом как бы происходит быстрое изменение. Но если уже и этого нет, если старое настолько укоренилось, настолько расширилось, пустило метастазы, тогда только бунт. А бунт это, блин, это извержение вулкана для очистки территории, это какие-то, ну, или торнадо, или какие-то ураганы. Это уже природа освобождается от старого путем бунта. Это фаза бунта. Вот в Украине, я думаю, в социальной жизни то же самое. Мы движемся к бунту. Я вам специально описал ситуацию. Вот, потому что верхушка абсолютно не хочет отдавать власть и не собирается, и идет просто в пропасть их ведет, сама идет. Вожди слепых ведут слепых в пропасть, вместе упадут. Те, которые не слепые говорят, слепые не слушают, значит, должен быть, вот тогда будет бунт, будет смена очень жесткая, массовая, тотальная. Ну, какая будет она, это, но бунт не бывает замкнутым. Он всегда расширяется по, как бы, по направлениям на другие территории. Вот в чем процесс. Он обязательно распространится на все окружающие пространства Украины, другие страны. Вы видите. Ну, вот такой бы нехороший сделал вам, пессимистический такой, но очень жесткий анализ. Иссалям Соскиным. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok